друзья наши далекие близкие я вышла попить кофе раннее для меня утро еще еще не знаю чтобы я хотела сегодня снимать но первое что я хочу сказать всем слова благодарности за то что вы меня поздравили с днем рождения вот честно говоря в последние годы день рождения не самый мой любимый праздник он и раньше всегда был какой-то знаете такой напряженный что нужно готовиться готовить себя приглашать гостей все продумывать где это все можно сделать вот и в последние годы я как-то тем более что я нахожусь в германии все-таки в непривычной для меня обстановке и поэтому для меня конечно очень здорово что написали позвонили эсэмэски в соцсетях очень многие причем мои подружки знакомые люди с которым мы очень давно знакомы и и знакомились в каких-то ситуациях скажем так далеко не предсказуемых в общем мне это очень приятно что вы помните цените а я очень ценю ваше внимание спасибо вам огромное у нас опять наступает лето и опять можно сидеть на моем любимом месте саду разговаривать так что мы продолжим это все вчерашний день я провела на работе причем у меня как-то плодотворно было в последние дни видите я еще не проснулась у меня еще даже голос сел так что позавчера тоже у меня целый день был рабочий вчера тоже несколько терминов было вот так что честно говоря я приехала такая довольная но уставшая да вот и поскольку не было никаких планов именно на празднование как такового по дня рождения совершенно спокойно могла себе позволить расслабиться попринимать поздравления с подружками с самыми близкими поболтали достаточно долго вот так что так что все классно погода восстановилась наконец наконец перестали вот эти вот прыжки давление атмосферного лео спит такой знаете просто целыми целыми днями практически к вечеру такой пошли гулять что ли прячемся в тенечке прячемся в тенечке потому что вчера было 30 градусов мы уже вот с утра и сегодня тоже не прохладно ну слава богу насытилась земля дождями вот сейчас у меня реально уже как у немцев знаете вот этот вот пунктик экономия экономия экономика должна быть экономной что мы должны все время знаете вовремя включать и выключать все ту же воду поэтому да когда очень жарко естественно растение требует полива ну что ж тихова жизнь как говорил пальц лео тоже в тенечке как ни странно левона левочка лево 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 левочка мой сладкий колбаска колбаска что тебе жарко уже с утра до мальчике пришел эти кладки давай здесь это сейчас поправим сейчас поправим лёва тоже захотел в кадрик ой кто-то мне звонил продолжаются поздравления правда лёва ты сладкий ты такой очень сильно сладкий о так он вздыхает он так вздыхает он так сладко вздыхает он иной раз знаете он даже когда спит в своей там кроватке в этой я когда мимо прохожу вот так чувствовать что я мимо прошло он начинает вздыхать так знаете любви обидно такую собаку мы такую мамину собаку вышли все-таки немножко прогуляться хоть в последнее время как бы леву не расположен утром долго гулять и далеко хочу напомнить что когда я начинала принимать антибиотик по поводу этого барлиоза по поводу этого паразита клеща который меня умудрился укусить перед сицилией да кстати говоря что-то я расслабилась и надо как-то гулять поаккуратнее но с другой стороны они могут укусить и у себя на огороде на остановке автобусной так вот при приеме этого антибиотика мне нельзя было долго находиться на солнце и вообще лучше не находиться лучше прятаться если я на солнце то пользоваться spf фактором высоким так что сейчас я видите какую футболочку купила для того чтобы хоть более-менее как-то на солнышке побыть погреться не успеешь оглянуться уже осень левочка как-то по утрам задумчиво ты задумчиво идешь ты задумчиво идешь ну пойдем на скамейке посидим до скамейки дойдем посидим видно он привык за эти три недели знаете сидеть вот на той скамейке на горке дали вон очка дома сладкая колбасочка колбаси усечка залезай на скамейку будем сидеть давай иди запрыгивать запрыгивать запрыгивай давай запрыгивать давай залезай к маме на скамейку дай дима сладкий будем с тобой как пенсионеры постепенно привыкать к скамеечкам далёвочка дима сладкий сегодня пятница у многих уже радостное настроение но ведь у многих здесь отпуск вот например на сицилии это пара отпусков весь август раньше просто все уходили в отпуск все офисы закрывались фабрики закрывались я знаю не понаслышке потому что у нас были партнеры в италии все август все итальянцы сами на море на своем же море у нас тоже вот как оказалось позавчера что наш праксис закрыт до восемнадцатого августа потом мы ходили куда-то к зубному врачу там тоже сказали что мы уходим на три недели в отпуск так что август месяц отдых раз уж мы присели тут в тенек думаю немножечко разговаривали потому что сегодня с утра еще не разговаривала хотела немножко рассказать про свою работу сейчас вот детки да они все такие разные и разновозрастные кто-то уже прям вот ну настолько интересуется всем у меня есть такой кирюша по моему ему три года мальчику ну по-моему да он вы знаете он такие замки дома строит вот напоминает мне моего сына потому что тот тоже очень прям заинтересовывался потом он я пойду книжку почитаю ну я думаю что вряд ли он умеет читать еще но он все время спрашивает а это что за машинка вот что они делают а почему они кричат видят создайте рисунок такой где человек с открытым ртом вот просто вот так вот интересуется и смотрю за ним его младший брат он тоже тянется за ним вот в общем такие и когда я пришла позавчера на работу ой вчера вчера это было четверг когда я вчера пришла на работу обычно девчонки такие любят обниматься да и вдруг кирюша меня увидел и такой идет ручками ручки раскинул знаете обнимашки такие думают и золотой в общем дети такие конечно они такой заряд бодрости дают вот и потом вот каждый из них там у меня допустим настя она такая командирша она всех знает она самая старшая 9 лет потом саша такая у саши по-моему есть семь лет что ли или восьмой год по моему семь лет у нее получается с мелкими знаете вот сотрудничать она с ними что-то играет она им что-то объясняет ус у насти у нее более командирский тон и ее дети слушаются тем более что из них двое и и по-моему двоюродные мне кажется вот эти вот мальчишки двоюродные ее братья и сестричка родная и в общем ну все такие замечательные слушайте вот мне на самом деле я в прошлом году вот с этими детьми работала но вот из них была настя тоже время от времени ко мне приходила и саша тоже было его другие если вы помните мои старые видео прошлогодние там у меня была тоже любимица злата соломея было вот тоже настя было и мне так было любопытно за ними наблюдать как они растут как они общаются в общем я сейчас просто вот ребят довольна очень своей этой группой вот причем они такие сфотографируйте нас не на сфотографируйте нас такой вот этого карбаска такая маленькая там два годика не на сначала кто-то меня стал называть тетя вот или а нет мальчишки кто то год эй я грустно значит эй либо фрау кусман либо в не на васильевна а настя говорит или не на ниночка и в общем теперь меня все ниной зовут вот я буду так тоже можно потому что я уже здесь привыкла вообще на самом деле в италии меня зовут синьора не на потому что там не не по фамилии а вот в германии именно по фамилии фрау кусман вот так что ну как говорится да хоть груздем назови вот так что замечательно у меня просто вот ну знаете я вот я иду с радостью и и жду следующий следующего тоже следующего дня рабочего тоже с радостью но несмотря на то что вот до вчера например у кирилла будет было плохое настроение он все время пытался заплакать ему все время не нравилось что-то вот и я уже у мамы спросила я бы он не заболевает случайно она дать нет просто плохо спали мало мало спали рано проснулись я буду да понятно там малышка мелкая там у нас есть такая диана что-то под заболела ее вчера не было вот ну в общем и мы сейчас одни без немецких детей которые тоже вот там есть киндер бетроинг приходят я рассказывала в одном из видео есть вот этот вот киндер бетроинг вы можете просто прийти если у вас малыш дома и он еще не ходит в садик вы дома одни вам хочется пообщаться и вот вы приходите сюда детки играются с этими шариками из там ну я не знаю строят домики там все есть игрушечные пылесосы какие-то качели еще что-то книг очень много рисовать можно можно лепить все что угодно можно делать детки занимаются своим делом родители между собой общаются причем и папа и мамы приходят кафе в это время работает вот сейчас все уходят в отпуск уже вчера кафе не работала кафе работает все берут себе какие-то пирожные кухон ну эти пироги кухон как бы пирог да что то такое типа типа шарлоток вот кофе сидят за столом все беседуют приглядывают за детьми дети между собой общаются смотрят друг на друга кто во что играет подтягиваются в общем замечательная замечательная просто идея вот и еще вчера вот кстати елена я знаю что вы меня регулярно с наталья смотрите большой вам привет спасибо огромное тоже за поздравление было очень приятно потому что есть люди которые с которым мы регулярно в соцсетях общаемся и они просто хочешь не хочешь тебе все равно там тот же фейсбук подскажет когда день рождения у твоих друзей да и знакомых вот а есть люди которые мне пишут я даже не знаю откуда они взяли эту информацию что у меня день рождения очень приятно просто всем хору из хора те кто поздал ночью все все со всех стран континентов знакомых едва знакомых знакомых по собакам спасибо огромное и есть люди с которыми мы никогда не виделись но мы так сдружились за последние годы вот на почве собак скотч терьеров и и вообще без разницы на какой почве вообще очень приятно о чем это я о чем я начинала говорить до начинала говорить про елену в прошлый раз наша вчера наша учительница немецкого как раз подготовила какую-то информацию елена для вас что вы хотели бы после курсов еще оставаться может быть в какие-то игры поиграть может быть как-то пообщаться я с удовольствием помните я вам всем даже в группе писала давайте как-то раз мы уже все равно подходим сюда если вы вчера кстати говоря были новые наши новые старые виктор был была лариса с тоней и оля была научим новые новые в этой группе те которые старенькие были в предыдущей группе в прошлом году то есть вы друг друга знаете мы уже друг друга знаем отлично то есть в принципе после курсов мы можем и посидеть тоже и кофе попить поболтать я например вчера из-за того что позавчера у нас такой был поход голодный то есть мы очень долго сидели на термине мы так проголодались и мы уже разговаривали вспоминали борщ с пампушками и в общем ну все сало то есть уже до сала дошло я уже все я приехала домой думаю как хорошо что я приготовил этот свой любимый суп я просто я накид набросилась на него как будто я три дня не кормили поэтому в принципе можно с собой что-то приносить и в общем есть всегда где посидеть и есть где разогреть и есть где сварить кофе так что в общем это самый замечательный вариант вот в нашем этом маленьком городке вот этот культурный центр хаусом торинген можем там действительно и как бы деткам есть где заняться просто даже если мы в какой-то внеурочное время приходим можно с аникой договориться чтобы открывали детскую комнату вот с игрушками чтобы дети могли там поиграться так что я с удовольствием я просто я с удовольствием со всеми с вами общаюсь вот так что елена имейте ввиду что учительница немецкого языка она даже что-то приготовила но она в следующий раз вам очевидно передаст еще в общем нужно спрашивать и нужно скажем так озадачивать даже ту же анику то есть может быть они вообще что-нибудь придумают еще какие-то интересные занятия так что вот вот такие у нас вот такие у нас позитивные моменты дачи на следующей неделе они ка еще здесь а потом будет две или три недели у кого-то тоже отпуск но немецкий язык все равно вы будете изучать если вы хотите если вы не уезжайте в отпуск вот то есть она с удовольствием будет с вами работать ученица вот